Здравствуйте, ребята! Кружок школы здоровья и преподаватель дополнительного образования Шарыпина Вера Юрьевна. Приветствую вас! Тема сегодняшнего нашего занятия – дыхательная система человека. Дыхание – это процесс, с помощью которого клетки организма снабжаются кислородом. Это стимулирует обменные реакции, необходимые для усвоения питательных веществ. Клетки превращают кислород в двуокись углерода – углекислый газ – и возвращают его в кровь, чтобы вывести из организма. Вот такой газовый обмен – кислород вдыхается, углекислый газ выдыхается – является основной жизненно важной функцией дыхательной системы. Кроме того, определенные ее части выполняют функции органов чувств. Дыхательную систему составляют нос, глотка, трахея, бронхи и легкие. Дыхательная система. Дыхательная система человека – это совокупность органов, обеспечивающих дыхание, газообмен между вдыхаемым атмосферным воздухом и кровью. Все клетки организма должны получать кислород, чтобы преобразовывать в энергию питательные вещества, пищу, переносимые кровью и регенерию. Функции дыхательной системы. Важнейшая функция заключается в газообмене, в снабжении организма кислородом и выведением углекислоты или углекислого газа, являющегося конечным продуктом обмена веществ. Дыхание у человека включает внешнее дыхание и клеточное внутреннее. Барьерная. Механическая и иммунная защита организма от вредных компонентов вдыхаемого воздуха. В легкие из окружающей среды поступает воздух, содержащий различные примеси в виде неорганических и органических частиц животного и растительного происхождения, газообразных веществ и аэрозолей, а также инфекционных агентов, вирусов, бактерий. Терморегуляция организма, голосообразование, обоняние. Посмотрите внимательно на слайд. Легкие – это основные органы дыхательной системы, находятся в грудной полости, обеспечивают правильный газообмен крови через альвеолы. Верхние дыхательные пути включают полость носа, носовую часть глотки и ротовую часть глотки. Нижние дыхательные пути включают гортань, трахею и бронхиальное дерево. Дыхательные пути делятся на две группы – верхние и нижние. К верхним относятся носовая полость, ротовая полость, носоглотка, глотка. К нижним частям относятся гортань, трахея, бронхи. Воздухоносные пути обеспечивают процесс дыхания, доступ воздуха в легкие. Полость носа. Носовая полость, образованная костями лицевой части черепа и хрящами, выстлана слизистой оболочкой, которую образуют многочисленные волоски и клетки, покрывающие полость носа. Волоски задерживают частички пыли из воздуха, а слизь предотвращает проникновение микробов. Благодаря кровеносным сосудам, пронизывающим слизистую оболочку, воздух проходит через носовую полость, очищается, увлажняется и согревается. Слизистая полость носа выполняет защитную функцию, поскольку содержит иммуноглобулины и клетки иммунной защиты. На верхней поверхности полости носа в слизистой оболочке располагаются обонятельные рецепторы. Через носовые ходы полость носа соединяется с носоглоткой. Ротовая полость – это второй путь поступления воздуха в дыхательную систему человека. И полость рта имеет два отдела – задний и передний. Глотка – трубка, которая берет начало полости носа. В ней пересекаются пищеварительные и дыхательные пути. Находится глотка между основаниями черепа и пятым, шестым, седьмым позвонками шеи. В ней сосредоточено большое количество лимфоидной ткани. Наиболее крупные лимфоидные образования носят название миндалины. Миндалины и лимфоидная ткань играют защитную роль в организме, образуя лимфоидное кольцо. Небные, трубные, глоточные, язычные миндалины. Глоточное кольцо защищает организм от бактерий, вирусов и выполняет другие важные функции. В носоглотку открываются такие важные образования, как евстахиевая труба, соединяющая наше с вами среднее ухо в барабанную полость, с глоткой. Инфицирование уха происходит в процессе глотания, чихания или просто от насморка. Длительное течение отитов связано именно с воспалением евстахиевых труб. Придаточные пазухи носа – это ограниченные воздушные пространства лицевого черепа, дополнительные резервуары воздуха. Гортань. Гортань – орган дыхания, соединяющий трахею и глотку. В гортани находится голосовой аппарат. Гортань находится в районе четвертого, пятого, шестого позвонка шеи и при помощи связок присоединяется к подъязычной косточке. Начало гортани в области глотки, а конец раздваивается на две трахеи. Щитовидный, перстневидный и надгортанный хрящ составляют гортань. Это большие непарные хрящи. Также ее образуют малые парные хрящи – рожковидный, клиновидный, черпаловидный. Соединения суставов обеспечивают связками и суставами. Между хрящами находятся мембраны, выполняющие также функцию соединения. В гортани располагается голосовая складка, которая отвечает за функцию голоса. В гортани перед вдохом в трахею располагается надгортаник. Он закрывает просвет трахея во время акта глотания и продвижения пищи или жидкости в пищеводке. Поэтому во время вдоха и выдоха для движения дыхательной смеси в нужном направлении надгортаник открывает трахею и закрывает пищеводку. Непосредственно под надгортаником располагается вход в трахею и голосовые связки. Вот поэтому всегда говорят, когда мы кушаем, разговаривать нельзя. Кричать, разговаривать, смеяться ни в коем случае нельзя, потому что малейшая крошечка пищи может попасть в трахею. Трахея. Далее воздух поступает в трахею, имеющую форму трубки длиной 10-14 сантиметров. Трахея укрепляется хрящевыми образованиями, 14-15-16 хрящевым полукольцом, который служит каркасом этой трубки, что не позволяет задерживаться воздуху при любых движениях шеи. Бронхи. От трахеи отходят два крупных бронха, по которым воздух поступает в правое и левое легкое. Бронхи – это целая система воздуховодных трубочек, образующих бронхиальное дерево. Система ветвления бронхиального дерева очень сложная. Она насчитывает 21 порядок бронхов, от самых широких, которые носят название главной бронхи, до самых мелких их разветвлений, которые называются бронхиолами. Бронхиальные веточки опутаны кровеносными и лимфатическими сосудами. Каждая предыдущая веточка бронхиального дерева шире последующих, поэтому вся система бронхов напоминает перевернутые кроны вниз дерева. Легкие. Легкие состоят из долей. Правая легкая состоит из трех долей. Верхняя, средняя и нижняя. В левом легком различают всего лишь две доли – верхнюю и нижнюю. Каждая доля, в свою очередь, состоит из сегментов. В каждый сегмент воздух поступает через самостоятельный бронх, называемый сегментарным. Внутри сегмента бронхиальное дерево разветвляется, и каждая его веточка заканчивается альвеолами, это маленькими пузырьками. В альвеолах осуществляется обмен газов. Из крови просвет альвеолы выделяется углекислый газ, а взамен в кровь поступает кислород. Обмен газов или газообмен возможен благодаря уникальному строению альвеолы. Альвеолы – это маленький пузырек. Изнутри покрыты эпители, а снаружи богато окутаны капиллярные сети. Беспрепятственное скольжение легкого в грудной клетке во время акта дыхания обеспечивается плевральными листочками, покрывающими изнутри грудную клетку. Диафрагма – непарная широкая мышца, разделяющая грудную и брюшную полость, служит для расширения легких. Условно ее границу можно провести по нижнему краю ребер. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Легкие являются основным органом дыхательной системы и занимают большую часть грудной полости. Легкие. Оболочка легкого называется плевра. Между плеврой и легким находится жидкость, которая помогает, то есть защищает, вернее, от трения легкого. Диафрагма – главная мышца, участвующая в нормальном вдохе. Жизненная емкость легких. Максимальное количество воздуха, которое можно выдохнуть после самого глубокого вдоха, зависит от степени развития грудной клетки, пола, возраста. Механизм вдоха и выдоха. При акте вдоха происходит сокращение дыхательных межреберных мышц. При поднимаются ребра, одновременно сокращаются мышцы диафрагмы. Купол ее, направленный в сторону грудной полости, опускается. Орган брюшной полости отодвигается вниз. И происходит увеличение объема грудной клетки. При акте выдоха наступают, наоборот, расслабления межреберных мышц. Ребра опускаются, и мышцы диафрагмы, купол диафрагмы, приподнимаются и давят на органы грудной полости. В частности, сдавливают легкие. В результате этого объем грудной клетки уменьшается. Соответственно, уменьшается и объем легких. Давление в полости легких становится выше атмосферного, и поэтому воздух выталкивается из легких наружу через дыхательные пути. При спокойном дыхании акт выдоха является пассивным процессом. При спокойном дыхании человек вдыхает и выдыхает 500 миллилитров воздуха. Это количество воздуха называется дыхательным объемом. Инфекционные заболевания дыхательных путей. Инфекции верхних дыхательных путей. Ринит, риносинусит, синусит, назофаренгит, фаренгит, эпилоглотит, ларингит, трахеид, ларинготрахеид. Инфекции нижних дыхательных путей. Вранхит, бронхиолит, пневмония. Регуляция дыхания. Нервная регуляция делится на непроизвольную и произвольную. Непроизвольная регуляция частота и глубины дыхания. Произвольная регуляция частоты и глубины дыхания. Осуществляется непроизвольная дыхательным центром продолговатого мозга, а произвольно осуществляется корой больших полушарий. Посмотрите, пожалуйста, гуморальную регуляцию Регуляция дыхания, нервная и гуморальная Вот как раз гуморальная, углекислый газ, избыток и недостаток, повышение возбудимости, торможение дыхания, учащение и замедление А нервная, дыхательный центр, работает на центр вдоха, центр выдоха, дыхательные мышцы, возбуждение, расслабление, вдох и выдох Регуляция дыхания осуществляется центральной нервной системой Автоматическое дыхание регулируется дыхательным центром, который находится в продолговатом мозге Произвольное дыхание регулируется корой больших полушарий Регуляция осуществляется с помощью рецепторов, которые располагаются в наших крупных с вами кровеносных сосудах В легких и дыхательных мышцах Они реагируют на снижение напряжения в крови кислорода и увеличение концентрации углекислого газа Также влияют на изменение частоты и глубины дыхательных движений Эта информация поступает в дыхательный центр, там обрабатывается и ответ передается на дыхательные мышцы На рецепторы могут влиять и химические соединения крови Например, молочная кислота при своем накоплении в крови вызывает раздражение И такая регуляция дыхания называется гумораль Заболевания Такие, которые встречаются в дыхательной системе Грипп, ангина, острое респираторное заболевание, тензелиты, аденоиды, дифтерия, туберкулез, рак легкого, дыхательная недостаточность Гигиена дыхания Физические упражнения Правильная осанка Проветривание помещений Закаливание организма Прогулка на открытом воздухе И очищение воздуха от пыли и болезнетворных организмов В заключении хочу сказать Что важное значение для здоровья имеет правильное дыхание Знания дыхательной системы важны для человека Продолжение следует...